Игроковы обратили внимание, взломать оборону по левому флангу, полагая, что там как раз игрок действует не лучшим образом. Удар по вороту. И мяч в сетке, гол! Неожиданный удар издали. Очень много футболистов было на линии штрафной площади. Пробил точно Геннадий Лесопченко. И мяч оказался в сетке ворот. Выйти ликование трибун. Как и полагается в таких случаях. Понятны эмоции и чувства болельщиков. Это был отличный удар, неожиданный для многих. Блохим на левом фланге. Ахиди Тулин мяч переводит в направлении Беланова. Только пропускает его. И судья останавливает встречу. Что же он назначает? 11-метровый? 11-метровый удар. Посмотрите за что. Во-первых, мы с вами сейчас наблюдали за эпизодом, когда технику демонстрировал Родионов. А я должен сказать, и должен быть, во всяком случае, я так полагаю, повтор. Но даже если его не будет, я вам скажу. В борьбе за мяч защитник сборной Норвегии толкнул в спину Беланова. Вот почему Беланов до мяча не дотянулся. Он оказался тогда у Литовченко на правом фланге. Но атака не получила продолжения. Гол 2-0. Но атака не получила продолжения. Потому что раздался свисток. Встреча была остановлена. И арбитр сегодняшнего матча назначил 11-метровый удар. И счет стал 2-0 в пользу сборной Советского Союза. Два удара издали. Один из которых закончился голым. И вот 11-метровый. Хотя это, так сказать, 100-процентный выстрел. Но тем не менее. Беланов. Посадат должен быть. Вот сейчас будет удар по воротам. Сильнейший удар для отецких ворот. Но вот это, наконец, то, что хотелось бы увидеть от игры нашей команды. Вот это ее уровень. Вот эта атака, завершившаяся голом. Счет стал 3-0. Посмотрите, как здорово сыграл Беланов. Точный пас назад. И удар точный. Нацелены в дальний угол ворот. Нарушение правил. В запасе, видите, Блохин уже вышел. Также Полтача, Дмитриев, Олег Морозов, Черноморцев, Юра Тарьев, Сарчанов. Удар по воротам бьет. И совершенно неожиданно, пока там выстраивали стенку футболисты норвежской команды, Хидиатуллин подошел и спокойненько, как на тренировочке, отправил мяч в детку в ворот. Своим коронным ударом левой ногой в обвод стенки вратарь не успел сориентироваться. Бросок его был явно запоздалым. И счет стал 4-0 в пользу сборной СССР. На 14-й минуте второй...